Друзья, день добрый! Еще одно видео прислал мне один из подписчиков о ремонте микроволновки. Вы знаете, у него очень хорошо. Его зовут Сергей из Воронежа. Вы его видео уже видели одно. Он прислал еще одно. Он такой многофункциональный мастер. Делает и микроволновки, и свечи, и также он понимает в холодильном оборудовании. Но сейчас вы увидите ремонт микроволновки. Вы знаете, видео относительно, скажем так, длинное. Но, вы знаете, в нем разжевано, вот как это говорят, есть такие книги для чайников. Вот где-то так, вы знаете, последовательно, как разобрать, как вынуть, в чем причина, как продиагностировать. Естественно, как всегда, причина поломки оказалась в очень-очень малом. Но вопрос не в том, чтобы поменять это самое малое, а в том, чтобы найти и правильно диагностировать. Мироволновка вообще не включалась. Он нашел ту деталь, которая сгорела, заменил ее и все заработало. Поэтому смотрим, ставим лайки, пишем приятные какие-то вещи для поддержки человека. Все, всем спасибо, приятного просмотра. Дорогие друзья, будем сегодня с вами ремонтировать микроволновую печь Samsung. Симптомы. Не светится дисплей. Когда открываешь дверцу, светится подсветка и вращается тарелка. Будем разбирать. Снимаем крылья. Снимаем крылья. Так как у нас есть подсветка и вращается чашка, значит смысла нет у нас проверять предохранитель. Если напряжение здесь есть, значит мы сейчас будем снимать плату управления. Так, плату управления снимается у нас очень просто. Включаем все разъемы. Откручиваем заземляющий контакт. Передняя панель у нас держится на поверхности сверху. Откручиваем его. Поднимаем кверху и снимаем. Так. Здесь у нас импульсный блок питания. Сейчас будем проверять его. Итак, вот у нас плата управления. Основные элементы импульсный блок питания. Реле управления магнетроном. Реле управления вращением чашки. С той стороны дисплей и микроконтроллер. Сейчас мы снимем плату управления с корпуса. Две защелки. Пустой. Итак, плату управления. Проверять здесь предохранитель проверим. Но этот предохранитель идет не на импульсный блок питания. Этот предохранитель идет на запитку руле. Он, скорее всего, работает. На прозвонку ставим. Да, он исправлен. Здесь у нас на вот этом красном разъеме две клеммы. Два контакта разъема. Это подача 220 вольт. Я уже к ним подпаял провода. Вот с такой вилкой. В ней предохранитель. Потому что здесь предохранителя нету. И сейчас мы включаем. Будем проверять. Что мы проверим первым делом? Короткого у нас по линии 220 нету. Сейчас проверим, нет ли короткого замыкания на вот этом конденсаторе высоковольтном. Здесь должно быть порядка 310 вольт на этом конденсаторе. Сейчас мы проверим, нет ли на нем короткого замыкания. Короткого замыкания нету. Включаем. И на нем должно быть порядка 300 вольт после диодного моста. Включение у нас происходит с мерцанием щелка реле и мерцанием экрана. Проверяем, есть ли у нас здесь 310 вольт. У нас здесь 310 вольт отсутствует. Значит будем проверять выпрямительные диоды. Включаем. Ставим на прозвонку диодов. Вот у нас здесь 4 выпрямительных диода. Проверяем их. Один из диодов у нас оказался пробитым. Сейчас я его выпаю. И вот я выпаю диод. выпрямительный диод 1N4007. Проверяем. Он пробит. Диод не должен звониться на прозвонке. Проверяем. Сейчас мы его заменим. Проверяем. Вот так у меня оказался аналогичный диод. 1N4007. Сейчас мы его запаяем. Проверяем. 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 повторное включение все как видим на месте этого диода уже не звонится теперь включаем итак экран у нас засветился теперь мы проверим на том же конденсаторе появилась ли у нас 310 вольт так как светится значит здесь как я говорил вот на этом конденсаторе должно быть 300 315 вольт 315 проблема была в упрямительном диоде 1н 40 07 как видите заработала теперь мы сейчас установим плату обратно в микроволновку и проверим ее способность на нагрев ок ol вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я собрал обратно микроволновку. Включаем. Экран засветился. И теперь подведем итоги. Неисправность платы управления. На плате управления импульсный блок питания. В импульсном блоке питания вышел из строя выпрямительный диод. Который выпрямляет переменное напряжение в постоянное порядка 310-300. И теперь проверим на нагрев. Пока я снимал видео, я перед этим наводил себе кофе. Оно уже остыло. Попробуем его нагреть. Чашка крутится. Я думаю, греет, потому что характерный звук микроволновки появился. Работа магнетрона. Мой кофе нагрелся. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам будет полезно. И вы самостоятельно сможете отремонтировать микроволновку. Спасибо. До свидания.